В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. В ближайшие 15 минут о главных криминальных событиях недели. В гром среди ясного неба в селе Малый Сапожок ликвидирована подпольная лаборатория по изготовлению амфетамина. Летят погоны и чины, или какие преступления скрывают за должностным положением и человеческим доверием. Хорошо, что день рождения только раз в году, как одна из гостей праздника оказалась потерпевшей. Знания студентов часто оставляют желать лучшего, но даже отстающие за справедливость. Преподаватель Рязанского строительного колледжа предстанет перед судом по обвинению в получении взяток. Следствием установлено, что 12 ноября 2012 года обвиняемая, являясь преподавателем иностранного языка, за взятку в виде денежных средств на общую сумму 2100 рублей выставила пяти студентам положительные оценки по своей дисциплине. Деньги в размере от 200 до 600 рублей с каждого студенты передавали преподавателю вложенными в чистые тетради. Вызывает любопытство сам принцип ценообразования. Оценки юношам стоили почти вдвое дороже, а девушки получали еще и дополнительную скидку, если приходили сразу по нескольку человек. Себе! Что значит себе? Ой, простите, профессор. Нет уж, это вы. Простите. Придете в следующий раз. Перебор. Побег не удался. Мужчина при попытке уйти от стражей порядка протаранил на своей семерке припаркованную полицейскую газель. Сотрудник, находившийся в салоне служебного автомобиля, с травмами госпитализирован, а виновник аварии скончался. Инцидент произошел в селе Емельяновка Спасского района. Полицейских вызвала супруга погибшего, когда 2 августа благоверный не на шутку разбушевался. Муж дебошир уже был судим ранее и предпочел ретироваться, но далеко уехать не сумел. Август месяц урожая. И если за большинством садоводов и огородников приглядывают соседи, у кого что зародилось, то участок агрономов из Сапожковского района был на особым контроле наркополицейских. В селе Малый Сапожок ликвидирована целая подпольная лаборатория по изготовлению амфетамина. Стоять! Полиция! Для хозяина участка процедура знакомая. В свои 34 он уже погасил судимость за незаконный оборот наркотиков. Оперативников предупредили, товарищ серьезный, занимался восточными единоборствами. Давно употребляю? Во-вторых. А чем куришься? Амфетамин. Амфетамином прям по вене, да, чтобы лучше брало? Да. Его гражданская супруга в этом деле новичок, но со своей работой справлялась хорошо. Временное жилище было приспособлено исключительно для незаконного заработка. Тут и емкости с реактивами, и промежуточные продукты синтеза. Запрещенный при себе свободный оборот принять вещества. Нет, нет, нет. Они выбирали частный сектор отдаленных в селах, арендовали его, для безопасности изготовляли, соответствующую партию его возили на продажу в город Москву. При осмотре этого дома в общей сложности было изъято где-то 250 грамм этого вещества и оборудование для его изготовления. В частности, реагенты, химическая посуда, электронные весы и рецептура. И, похоже, меньше всего родители интересует судьба малолетнего ребенка, который в настоящий момент проживает с бабушкой и, возможно, еще долго не увидит маму и папу. К другим темам. Почти неделя понадобилась спасателям, чтобы отыскать тело двухлетней девочки, утонувшей 2 августа в озере Казарское в селе Казарь Рязанского района. Трагедия произошла на глазах родителей, но не предотвратить ее, не достать девочку из воды они не сумели. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Напомню, что произошло. Во время отдыха все трое сели в лодку без весел. Лодка была конструктивно предназначена для перевозки одного человека. Однако они все трое поплыли в сторону противоположного берега. При этом спасательное плавательное средство, а именно жилет, было надето только на женщине. Примерно на середине озера при разворачивании лодки произошло ее прокидывание, и девочка, оказавшаяся в воде, утонула. Каким бы ни был результат расследования, родители сами себе вынесли приговор, лишились ребенка. Хочется призвать остальных к здравому смыслу и осторожности, чтобы не повторять роковых ошибок. Скупой, как известно, платит дважды, и если вам удалось купить брендовый товар за символическую сумму, не спешите радоваться. Скорее всего, вы стали обладателем подделки, и хорошо, если она выполняет заявленные функции. Поддельные сотовые, например, занимают более 20% от количества всех телефонов в продаже, то есть один из пяти точно липа. И с каждым днем отличить ее от оригинала становится все труднее. Стоит производителю заявить о выпуске новой модели, как на прилавке появляются многочисленные клоны. Причем иногда внешний вид и функционал фейковых моделей часто превосходит оригинальных собратьев. Это тоже до Никони и Эппл. Подобные айфоны 5s продавались в одном из торговых центров Рязани на улице Московское шоссе. Предприниматель уверяет, что он и не пытался обмануть покупателей. Тем более, каждый ценитель модных гаджетов, если не знает наверняка, то как минимум догадывается, что оригинал обойдется в среднем в 30 тысяч рублей, а уж никак не в 5. Данный телефон, он внешне, он ничем не отличается от оригинала. Однако, если обратить внимание на неровности самого корпуса, так же швы здесь имеются в недостатке. Кроме того, имей, это персональный номер телефона данного, именно вот, допустим, вот этого, не совпадает с теми данными, что указаны на задней крышке телефона. В России за незаконное использование товарного знака предусмотрен штраф, однократная стоимость товара, с должностных лиц двукратная, и заплатить придется уже как за оригинал. Кстати, пару лет назад в вагонах пассажирского поезда Владивосток-Москва была изъята гигантская партия контрафактной продукции, как раз под марками Apple и Samsung. Аппараты везли мешками, их общая стоимость составила 189 миллионов рублей. Так что всевозможные бонусы, скидки и маленькие недочеты телефона, возникшие якобы при транспортировке, могут быть признаками того, что вам продают кота в мешке. И, разумеется, ни о каких сервисных центрах не может быть и речи. Хозяин торговой точки на Московском шоссе, например, так и не смог найти документы на свой товар. В следующем уголовном деле самое главное не запутаться в эпизодах. Бывший сотрудник полиции, инспектор лицензионно-разрешительной работы отдела МВД Михайловский, неоднократно запятнал честь мундира. История началась с того, что у одного из владельцев газового пистолета истек срок необходимых документов. Инспектор изъял оружие и тут же продал его другому гражданину за 12 тысяч рублей. При этом действующим законодательством конфискация оружия в связи с допущенным подобным нарушением не предусмотрена. Поэтому прежний владелец газового пистолета мог вернуть его себе после устранения обстоятельств, послуживших основанием к его изъятию. А еще через полгода тот же инспектор взялся за обмен 9 иностранных водительских удостоверений на российские. Но поскольку сам этой процедурой не занимался, решил выступить посредником и заработать 47 тысяч рублей. Общий ценник за услугу составил 180 тысяч. Дело и правда оказалось хлопотным, ведь мигрантов следовало предварительно поставить на учет по месту пребывания. Для этого обвиняемый, используя свое служебное положение, обратился к должностному лицу территориального пункта регионального УФМС с просьбой о регистрации иностранных граждан на территории Захаровского района, заверив при этом, что гражданин, в жилище которого необходимо зарегистрировать иностранных граждан, согласен на это. Хотя на самом деле он такого согласия не давал и даже об этом не был осведомлен. При этом обвиняемый предоставил имеющуюся у него в лицензионном деле копию паспорта должного гражданина и подделал его подписи в соответствующих документах. Дополнили нелестную характеристику бывшего инспектора оружие и боеприпасы, которые хранились в его доме без регистрации и лицензии. Завершено расследование еще одного любопытного уголовного дела. На этот раз в отношении нигде не работающего 43-летнего жителя Рязанского района, который к тому же являлся депутатом одного из сельских поселений. На совести мужчины сразу несколько преступлений, в частности угроза убийством и незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По версии следствия, 1 января этого года возле одного из домов поселка Авангард Чучковского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры угрожал своему знакомому убийством. При этом он приставил сначала к его голове, а затем направил в сторону груди дуло самодельного пистолета, пригодного для стрельбы и заряженного патроном. Как оказалось, данное оружие, которое носил постоянно при себе, не было единственным. При обыске сотрудники обнаружили целый арсенал, револьвер, патроны, порох, карабин и прочее. Как выяснилось, коллекция имеет свою предысторию. Первый экспонат появился еще в середине 80-х, когда задержанный еще учился в ПТУ. Во время учебных стрельб он спрятал оружие от преподавателя. Вот вам и слуга народа. Далее поучительная история для женской половины телезрителей, к чему приводит тяга к приключениям, тем более под шофе. Все началось с празднования дня рождения подруги. Встреча превратилась в веселый девичник, и за ночь компания успела побывать в двух кафе. Одна из девушек вернулась в свой микрорайон только под утро, но, по словам следователей, домой идти не торопилась. Прямо у подъезда решила познакомиться с жителем Узбекистана, который предусмотрительно предпочел назвать вымышленное имя. Она поясняет то, что обстоятельства, предшествующие ее знакомству, были связаны с празднованием дня рождения ее знакомой. Но при этом при всем она говорит о том, что спиртного она употребляла не в таком большом количестве, чтобы не отдавать отчет своим действиям. То есть она прекрасно и адекватно понимала, с кем она знакомится, куда она идет, и, собственно, что они вместе едут в известное только ему место. При этом при всем, как, опять же, она поясняет, она не давала ни повода, то есть не говорила словесно о том, что у нее есть какая-то симпатия к этому человеку, и что в случае возникновения обоюдной симпатии она ответит ему взаимностью. Однако новое знакомство незамедлительно решили скрепить алкоголем, и девушка приняла предложение продолжить беседу в одном из кафе поселка Аликаново. О том, что случилось дальше, потерпевшая решилась рассказать не сразу. Вот что говорят следователи. 26 июля 2014 года, после всех произошедших событий, она вернулась в город Рязань к своему дому с абсолютно посторонней, неизвестной девушкой, которая вызвалась оказать ей помощь. И, находясь у себя дома, и данной девушке своей маме рассказала о произошедшем, после чего были вызваны сотрудники изначально ОМВД Московского района города Рязани, которым она рассказала о произошедшем, при этом сообщив только то, что была избита. Не говоря ничего про факты изнасилования и совершения сниздействия иного сексуального характера. А в связи с тем, что место совершения в отношении ее данных преступных посягательств было на территории Рязанского района, в дальнейшем приехали сотрудники уже ОМВД Рязанского района. Пострадавшая была госпитализирована с переломом дуги ребер и только в больнице написала откровенное заявление на нового знакомого. Выяснилось, что до кафе они так и не доехали, однако девушка этого даже сразу не поняла. Практически в поле житель Узбекистана под угрозой кулачной расправы несколько раз изнасиловал потерпевшую. Личность подозреваемого и его имя уже установлены. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье изнасилования. А девушкам хочется еще раз напомнить об осторожности. То, что одни воспринимают как безобидный флирт, для других мотивация к действию. Судебные приставы подвели итоги работы первого полугодия. Цифры растут, это касается и количества исполнительных производств и сумм штрафа. Сработали неплохо, увеличилось количество исполнительных производств на исполнение за счет большого поступления как исполнительных документов пенсионного фонда, так и постановлений об административных штрафах. По-прежнему остается приоритетное направление алиментов и предоставление жилья детям-сиротам. Ну и в этом году основной акцент делается на уголовные штрафы как основной мер наказания. В ближайшее время планируется полностью перейти на электронный документооборот. Ну а если о приятных поощрениях, то лучшие сотрудники были примированы и награждены. В числе тех, чью работу отметили и журналисты телекомпании «Город». Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Если у вас есть интересные темы для эфиров или вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в нашу редакцию. Напоминаю, телефоны 720020 и 720021. Берегите себя. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин